Всем добрый день, всем мира и добра! Меня зовут Валерия. Сегодня мы с вами коснемся и нашего здоровья, но основной акцент нашего видео будет направлен на нашу красоту. Я думаю, очень многим людям известно такое растение, как цикория. Это буквально сорняк, который даже можно встретить в городской черте. Да, красивое растение с красивыми голубыми цветочками. Но у нас цикория, прежде всего, ассоциируется с напитком, который получают из корня цикория. И этот напиток не содержит кофеина, то есть он помогает заменить нам кофе. Но в июле, в августе, в период интенсивного цветения цикория, я вам советую использовать его стебли, листья и вот эти самые голубые цветочки. И делать отвар или настой из наземной части цикория. И вот этот самый настой обладает потрясающими свойствами. С точки зрения здоровья, это великолепный антибактериальный настой или отвар. И его можно использовать, например, для заживления ран, для успокоения кожи, для протирания кожи головы, например, при зуде на фоне сибариного дерматита. Также этот настой помогает, если мы его с вами будем использовать в качестве примочек, не только лечить прыщи, акне, гнойники, все возможные, но и успокаивать кожу, например, при экземе. И, кстати, такой же настой или отвар рекомендуют, например, для того, чтобы мы протирали глаза при конъюнктивите и даже при ячмене. Но я пообещала вам рассказать, как можно использовать цикорий для красоты. Так вот, этот же самый настой или отвар мы, во-первых, можем использовать как омолаживающий тоник. Действительно, цикорий великолепно омолаживает нашу кожу. Но прежде всего он подходит для чувствительной аллергической кожи, поскольку ее успокаивает. И этот же настой или отвар я бы вам советовала в июле, в августе использовать именно как ополаскивание для наших волос. Благодаря своему уникальному составу, а в цикории есть витамины А, Е, С, наша любимая никотинка, другие витамины группы В, и есть минералы, такие как фосфор, кальций, цинксилен. Настой или отвар из цикория свежего используют именно для лечения заболеваний кожи головы. Я вам уже проговорила, например, сиборийный дерматит. Но вот этот же самый настой и отвар используют от выпадения волос и для придания густоты нашим волосам. Вся фишка в том, что цикорий позволяет восстановить волосы по всей длине. И вот такие ополаскивания рекомендуют не только, если у нас выпадают волосы или мы хотим их сделать гуще. Вот такой же настой или отвар рекомендуют использовать для восстановления волос после окрашивания или после химической завивки. Итак, что мы с вами делаем? Берем просто-напросто даже свежие веточки цикория с листочками, с цветочками. Предварительно их лучше ополоснуть от пыли, если это придорожная какая-то пыль. Заливаем кипятком и вот этим самым уже потом процеживаем настоем или отваром мы с вами ополаскиваем волосы. Волосы ополаскиваем и после применения нашего настоя дополнительно их не нужно ополаскивать. Конечно, стоит вопрос, а сколько же цикория использовать? Рекомендуются такие пропорции. Например, если мы с вами засушили цикория, то где-то порядка 25 грамм измельченной травы цикория на пол-литра воды. Другие же люди советуют просто 5 столовых ложек измельченного цикория использовать на 1 литр воды. Я все делаю на глазу гораздо проще. Я любую емкость, которая у меня есть, наполняю где-то на 25-30%. То есть фактически на 1 треть. Я вот порезала небольшими кусочками траву цикория, стебли цикория выложила в данном случае в этот чайничек и просто-напросто залила крутым кипятком. И даю настаиваться минут 25-30 для того, чтобы слегка остыла и настоялась вот эта самая масса. И уже процеживаю и ополаскиваю волосы после мытья головы. Если же у нас, конечно, есть проблемы в виде перхоти, сибаринового дерматита, то нам рекомендуется более концентрированный настой. В таком случае рекомендуется настаивать не открытым способом, а в термосе. Мы с вами вот это уже количество предварительно, да, 5 столовых ложек, но опять-таки свежий очень сложно посчитать. Поэтому где-то 25-30% термоса мы закладываем траву, порезанную как можно мельче, заливаем кипятком и настаиваем уже 6-8 часов. И вот когда у нас, собственно говоря, сами стебли цикория, они станут более мягкими, если у вас получится так сделать, да, максимально измельчить, вы можете втирать даже мякоть цикория в кожу головы. У меня, например, не всегда на это есть время, не всегда есть возможности и силы, поэтому я просто-напросто делаю настой. В любом случае, когда у вас настой настоялся 6-8 часов, он более концентрированный и он более лечебный. Вы можете сделать проще, вы можете взять ватный диск, смочить в этот настой и втереть в кожу головы. А оставшимся количеством воды вы просто-напросто ополаскиваете свои волосы. Еще раз повторю, и в таком и в таком случае не нужно после того, как мы с вами ополоснули волосы на стоим цикория, их дополнительно ополаскивать просто-напросто водой. Высушиваем и ходим с на стоим цикория на голове. Он не утяжеляет наши волосы, он не жирнит нашу кожу. Находясь на коже и на волосах, он просто-напросто подличивает кожу головы и укрепляет наши волосы по всей длине. Все очень просто, но на самом деле очень эффективно. И да, в июле-августе вы можете использовать свежие стебли цикория, еще раз листья, стебли и цветочки. А также вы можете засушить наземную часть, не только, допустим, корешки использовать, но опять-таки наземную часть и использовать осенью, зимой для восстановления своих волос или для лечения, если вам нужно будет, использовать уже высушенный цикорий. Но очень просто, такие настои, такие отвары делать именно летом, когда есть свежий цикорий. Поэтому берите к сведению полезное свойство цикория, будьте здоровы и преображайтесь!